Они заменили мужчин на заводах и в полях, сражались плечом к плечу на фронте, растили детей. Неоценимый вклад женщин в победу в год Великой Отечественной войны обсудили в Самаре. Акцию приурочили к Дню памяти и скорби. В ней приняли участие представительницы областного союза женщин, Самарского дворца ветеранов и других государственных и общественных организаций. Участницы акции почтили память погибших в тылу и на фронте минутой молчания и возложили цветы к вечному огню в Парке Победы. В годы Великой Отечественной войны более полумиллиона жителей Куйбышевской области ушли на фронт. Среди них были тысячи женщин, но также тысячи женщин и детей вносили свой вклад на предприятиях. Осваивали такие профессии, где, казалось бы, им не под силу. Но вот это участие их и вклад, который они вносили в победу, конечно же, об этом необходимо помнить. Об этом надо рассказывать нашему подрастающему поколению. Затем участницы акции провели заседание правления союза женщин Самарской области и обсудили проекты, которые реализуют государственные общественные организации для сохранения памяти о ратном подвиге женщин в годы войны. Все мы знаем, что молодежь сегодня живет в быстро изменяющемся информационном мире. Им некогда читать книги, им некогда посещать музеи. В большинстве своем действительно вся жизнь сосредоточена в интернете. И задача наша – найти такие пути, такие формы, такие форматы, которые бы способствовали тому, чтобы им хотелось знать историю. Мы будем говорить про такой проект, как «Ветеранская книга рекордов». Это проект Самарского дворца ветеранов. В этом году уже будет десятый выпуск. И большинство материала, конечно, о женщинах. Есть реальная книга, а есть и виртуальная книга на сайте нашего дворца ветеранов. Обсудили также интернет-проект о песнях времен Великой Отечественной войны, проект виртуального музея, где можно узнать о памятниках, доступ к которым сейчас в Самаре невозможен. Также состоялся поэтический марафон, посвященный столетию со дня рождения поэта Рамсула Гамзатова, который неоднократно в своих стихах воспевал любовь к родине и любовь к женщине. Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин. События.